Это я ездила в пещеры, получается, в Гатчино. Да, Гатчинские пещеры малые. И вот там уже выше пещер был ствол. С детства Ярославе нравились походы. К своим 14 годам она уже объехала всю Ленобласть и Карелию. Наверное, поэтому любимый предмет в школе был ОБЖ. Например, на этом фото на занятиях Ярослава преодолевает препятствия. Теперь каждый день жизни для нее череда препятствий. В октябре девочка пожаловалась на боль в ноге. Подумала, ударилась. Пройдет. Оказалось, что ну ничего, сейчас пройдет. Ну вот недельку посидит и все будет в порядке. А когда стало понятно, что в порядке уже не будет, я не знаю даже, как это описать. Просто жизнь разделилась до и после. Диагноз поставили не сразу. Врачи были практически уверены, что в голени киста. Позже на снимке увидели опухоль. Но и тогда надеялись. Доброкачественная. Вот здесь вот, видите, вот здесь нет этого затемнения. А здесь вот практически на всю кость опухоль. Ну и в дальнейшем она стала развиваться и разрушила фактически коленный сустав. Ну и ребенок совершенно не мог ходить. То есть она не двигаться не могла, не ходить. Там даже повернуться была большая проблема. С каждым днем нога отекала все сильнее. Любое движение вызывало нестерпимую боль. Девочка ушла на домашнее обучение и только в мае ей поставили точный диагноз. К этому моменту верхняя треть большеберцовой кости уже была разрушена. А когда мы услышали, я услышала, что, во-первых, диагноз ангиосаркомы и сказали, что ногу сохранить не удастся, я просто не представляла, как сказать это ребенку. То есть девочка, которая, ну подросток, активная девочка, как это ей сказать, я просто не понимала. Ангиосаркома левой большеберцовой кости. Редкая злокачественная опухоль. Если не ампутировать ногу, велика вероятность рецидива и распространения метастаз по всему организму. Для меня это было шоком немножко, конечно. Но, в принципе, я не до конца осознавала, что это значит. Вот. Ну, конечно, плакала. Но надо жить дальше. Незамедлительно девочку направили на курс химиотерапии. Это заклеено, здесь стоит порт, порт-система. Это для химии. Там просто шов. Ну, получается, шов и заклеен. Три месяца девочка не вставала вообще. Больно было даже лежать. Сейчас семья привыкает к новым реалиям. Ярослава учится заново ходить. Пока на костылях. В реанимации там на костыле не встать. Вот. Потом, когда меня перевезли, мы пробовали встать, но не сразу получилось. Плюс с подстраховкой, конечно. Чтобы Ярослава снова смогла вести полноценную жизнь и твердо стоять на ногах в прямом смысле слова, ей нужен протез. Врачи говорят, чем быстрее после ампутации она его получит, тем успешнее будет восстановление навыков ходьбы и тем меньше вероятность осложнений. Получить протез можно и бесплатно, но на это уйдет несколько месяцев. В научном центре реабилитации инвалидов имени Альбрехта готовы сделать для Ярославы специальный модульный протез. Его стоимость – 1 миллион 256 тысяч рублей. Для семьи сумма просто неподъемная. Основная задача в таком протезировании – это индивидуальный подход, конечно. Это сложный протез, естественно, с учетом основного заболевания девочки. Но, по сути, это модульный протез бедра, такой, который бывает у очень многих людей. А пока Ярослава в перерывах между курсами химиотерапии, лепит фигурки, учит любимого пса Бурана командам и мечтает, как снова отправиться в поход. Дай лапу. Давай, ну дай лапу. Молодец! Да, мой ты золотой умный пёс, да, всё знает. Виктория Галчинская, Тимофей Чекмарёв и Сергей Ларичев. Вести. Петербург. Чтобы помочь Ярославе, достаточно отправить СМС со словом «Дети» на номер 5542. Стоимость сообщения – 75 рублей. Все собранные деньги пойдут на оплату сложных операций и лекарств. На сайте нашей телекомпании, на сайте Росфонда, адреса сейчас на экране, можно увидеть, сколько средств уже удалось собрать и кому из детей они спасли жизнь. Продолжение следует...